Если вы в веселом клубе, но слегка не рассчитали, и случился передоз, это дело поправимо. И зайдет с небес Архангел, он избавит от страданий и укажет верный путь. Всем здравствуйте! Настоятельно рекомендую просмотреть мои предыдущие выпуски по теме вихревой медицины, иначе вы не сможете прийти к пониманию моих результатов исследований. И обязательно читайте комментарии. Посетители задают много интересных вопросов, и я стараюсь на все отвечать. И да, я не собираюсь ни с кем фамильярничать, если ко мне обращаются как блатные доспредельщики. В любом случае, если кто-то пытается быковать, я отвечаю аналогично. Или, если кроме оскорбительной пустоты ничего нет, то блокируем. Сегодня решил сделать экспромт. В прошлом выпуске я говорил, что буду делать разоблачения на аферистов. Этим занимаюсь. Но вот все-таки решил поднять тему вихревой медицине по передозу. Что это такое? Возможно, далеко не все знают, кто пользуется или собирается пользоваться возможностями самой вихревой медицины, что существует одна единственная проблема, как, впрочем, и в любом лечебном процессе, или просто в жизненной ситуации. Это возможность при бесконтрольном использовании получить, как бы, определенную дозу воздействия статики и побочных излучений, при котором организм уже не может принять процесс воздействия как должное, а начинает сопротивляться. Я в своих прошлых выпусках про понимание основы зарождения болезней объяснял про единый алгоритм жизненных процессов, главным и ключевым моментом которого является предсказуемая реакция на некоторые определенные воздействия, нарушающие целостность функциональности организма. Одним из ярких и доступных примеров этого действия можно показать на примере нахождения в сауне. Так как сама по себе сауна является весьма эффективным тренажером для укрепления иммунной системы. Я сам был в прошлом большой любитель саун, что заметно укрепляло мой организм в целом. Так вот, пока вы находитесь в предбаннике, то все спокойно. Но как только заходите в парилку, то вас резко накрывает горячая волна, как внешне, так и по дыхательным путям. Например, для меня было нормой садиться сразу на самую верхнюю полку, и чтобы было не менее 100-110 градусов. Соответственно, в течение 10-15 минут организм пытается противодействовать ударной температуре, традиционно создавая обильное выделение пота, учащенное сердцебиение. И если слишком долго задерживаться, то и некоторые помутнения сознания. То есть, защита может перейти в стадию отключения. Кто закаленнее, тот может еще долго измываться над собой, а то еще и венечком побаловаться. А кто не очень, тот если вовремя не смотается, то получит тепловой удар и отключку. Это и будет передоз. Конечно, считается, что в этом ничего страшного нет. Организм, придя всегда, снова будет готов к испытаниям. Но если снова попытаться зайти в парилку, то иммунная система может сбунтоваться, и уже при меньшем пороге воздействия включить защиту. Подобной реакции можно ждать также от передоза лекарственных препаратов, или объевшись каких-либо продуктов. Я вот помню, к примеру, в раннем детстве очень любил холмун. Зная об этом, меня всегда старались ею угостить. И настал такой момент, когда я объелся, и после этого меня начало тошнить, только из-за ее вида. Очень долго я вообще старался обходить стороной сей продукт. Вот, например, яд. В очень малых дозах он может быть даже очень полезен. Но стоит чуть перестараться, и отравление обеспечено. Но так как у организма есть обязательное свойство привыкания, или приспособления, то даже сильнейший яд можно научиться принимать без последствий. Но это не точно. Для этого надо организм приручить очень осторожно, а точнее натренировать. Вот и в вихревой медицине существует определенный порог, при котором польза от его применения максимальна, или почти никакая. Или настолько сильная, или длительная, что организм просто станет воспринимать это воздействие, как угрозу, и уйдет в глухую защиту. За два года активных исследований в вихревой медицине, я уже третий раз подвергаюсь передозам. Первые два раза были непроизвольные, и не очень сильные. Так как я, естественно, знал об этой проблеме, но пока не знал, как и что на самом деле. Первый раз было более года назад. Я тогда вообще себя не ограничивал, но в основном пользовался небольшими мощностями для экспериментов. Да и торы, и плоские катушки еще не обладали повышенными параметрами, так как много экспериментировал на витых парах и других малоэффективных проводах. Перенес я это довольно легко, просто ограничив вознес с экспериментами. И уже старался от испытываемых держаться на некотором расстоянии. Второй раз было около полугода назад. Я тогда уже полностью перешел на провод МГТФ, значительно подняв эффективность воздействия, да и стал часто применять несколько усиленные генераторы. Вот где-то тогда, когда решил начать писать ролики по этой теме. Причем второй передоз был несколько специфический. Так как ближе всего к эпицентру максимального излучения находятся руки, ведь постоянно что-то делаешь руками, каким-то органом прижимаешь, делаешь измерения постоянно, настройки. В результате на кистях у меня стало появляться раздражение, ну или аллергия. Возможно некоторые обратили внимание, когда я снимаю видео и провожу какие-либо демонстрации, то поверхность кожи несколько странная. Так вот, это не возрастное, или может какой-либо аномалией быть, а просто проявление локального передоза. Я уже стараюсь как можно меньше касаться непосредственно руками, но как тут без этого. Третий передоз я получил перед Новым годом. Фактически тогда, когда объявил об своей новейшей разработке лихьевых излучателей и энергетического посоха после длительных исследований. Я прекрасно понимал, что мне это грозит и даже специально провоцировал процесс. Так как надо же как-то пройти эту стадию, чтобы понимать конкретно, с чем имеешь дело и как предохранить других от подобного. Хотя я всех и всегда всячески предупреждаю, чтобы не злоупотребляли лечением и ограничивали время. Особенно, когда это делали впервые. Правда, я обычно присутствую при первых пробах и слежу, как и кто реагирует. Так как реакция бывает самая различная. Немало случаев, когда реагировали уже в течение пяти минут. И приходилось пока прекращать. А дальше снова пытаться через часов пару включать. Или на следующий день. Некоторые держались по 15-20 минут. И состояние становилось похожим, как при крайней стадии нахождения в парилке. Но обычно, для первого раза сеанс надо проводить не более 20-30 минут. И в первую очередь, кроме самого организма, ну или иммунной системы, надо пытаться очистить кровь. Так как она является главным внутренним, так сказать, трубопроводом или неким канализационным стоком для вымывания и очищения отходов и токсичных последствий, тех же зловредов и локальных повреждений организма. К примеру, у заядлого курильщика загажены и повреждены легкие бронхи. Думаю, не стоит описывать, в каком состоянии они могут быть. Возбужденная иммунная система, естественно, под воздействием статики, которая как бы прополаскивает накопленную грязь и наросты на легких, направляет свои силы на это место и пытается потоком крови вывести из-за тяга отходы. Если же сама кровь находится в не лучшем состоянии, то, сами понимаете, будет как в заилинном пруду. Вся муть поднимется и снова сядет, так как деваться некуда. А так как я уже сказал, что это вроде как аналог канализации, то теперь подумайте, что будет, если канализация забита, а туда еще и еще что-то пытается влить. Естественно, произойдет или засор, или прорыв. Подобная проблема может возникнуть и с организмом. Если не очистить кровь, а сразу начинать с проблемы, особенно если она серьезная, то можно сорваться на стадию избыточности возможностей канализационной биосистемы. Обычно это проявляется как угрей, язвы, чесотка, сильный внутренний дискомфорт или аллергическая реакция. Организм, забившись под завязку, пытается освободиться от накопившихся токсинов хоть каким-либо образом, попутно забивая нечистотами весь организм. Вот чтобы подобного не происходило, в первую очередь надо очистить, так сказать, дренажную систему. В ролике про понимание основы зарождения болезни я объяснял, что в хронической стадии азоядлый курильщик и есть жесточайший хроник. Организм локализует проблему и огораживает от боли здоровой части неким барьером. И как уже выше говорил, статика, направленная на очаг поражения, возбуждает иммунную систему и направляет ее в это место, своей динамикой разрушая саму накопившуюся проблему. И попутно тот барьер, который эту проблему скрывал. При этом все лишнее и поврежденные уже физической фракции поступают в кровь. И соответственно в почки и печень для последующего очищения. Вот поэтому надо в самую первую очередь не направлять статику на основную проблему, а заставить организм правильно работать как в почке, так и печень. Так что сперва помещаем тор на одну из почек на 5-10 минут или чуть больше, если не будет неприятных ощущений. А потом на вторую также на такое же время. И наверняка выяснится, что с этими органами у вас тоже не все в порядке. Поэтому в зависимости от реакции эту процедуру надо будет повторить несколько раз ежедневно или через день. Разобравшись с почками желательно перейти на печень. Так как организм за пару дней уже приспособился к воздействию, то на печень можно сразу воздействовать где-то полчаса час. Опять же прослеживая реакцию. Далее желательно еще положить на солнечное сплетение плоскую и до кучи завершить тем, что положить тор на шейные позвонки. Вы надежно очистите дренаж, а ваши проблемные участки уже начнут потихоньку рассасываться. Вот тогда можно заняться и ими. Надеюсь вы уже поняли, что не надо сразу брать БК за рога и сутками подвергать себе воздействию статики. Иначе если не будете ограничивать, то очень быстро загоните иммунную систему в разнос и вместо пользы получите проблемы. Уже когда организм постепенно адаптируется к воздействию, можно будет доводить до максимальных двух-трех часов в сутки. И то это должно быть суммарное время на разные участки. На один участок желательно воздействовать около 30-60 минут. Опять же, как я ранее описывал алгоритм болезней и реакции организма на нее, надо обязательно учитывать эффект привыкания. То есть, если вы каждый день месяцами будете пользоваться лечебной статикой, то ваша иммунная система привыкнет к этому воздействию и резко упадет эффективность. А как в моем примере, можете получить передоз. То есть, организм начнет еще и сопротивляться. Поэтому надо делать перерывы, если пользуетесь каждый день. Идеально, когда 3 дня пользуетесь, 3 дня перерыв. В крайнем случае, 6-7 дней и 3 дня перерыв. Тогда иммунитет не сможет привыкнуть к воздействию и по этому плану будет получать максимальный эффект. Тем более, передоз не грозит. Все вышесказанное соответствует средним параметрам генератора и катушек. 0,5 1 вольт амплитудного на выходе. Если больше, то время воздействия желательно сокращать. Если меньше, то можно увеличить. Но перерывы по суткам одни и те же, не менее. Хотел еще в этом выпуске показать, как именно прикладывать и пользоваться торами и плоскими. Но решил эту тему разбить на пару частей. Тем более, что я еще не совсем вышел из передоза. А хотелось бы передать вам все свои ощущения и результаты. Поэтому я уже почти месяц всячески ограничиваю себя от воздействия статики. Но сами видели по прошлому ролику, что без этого никак. Тем не менее, иммунная система почти успокоилась и пытается прийти в себя. Об этом и как подобное происходило расскажу во второй части. А вы, кто прошел что-либо подобное, то можете поделиться этим в комментариях. Или задайте вопросы по такому же поводу. А я уже во второй половине выпуска постараюсь проанализировать и сделать соответствующие выводы. Следующий выпуск будет по одному скандальному разоблачению некого фейка-афериста. Далее сделаю вторую часть по секретам статического электричества. И уже следующим будет вторая часть темы передоза. Так что ждите продолжения. Всем Продолжение следует...